Морозы отступают, а в транспорте теплее не становится. Пассажиры жалуются на холод и интересуются, есть ли какие-то температурные нормы для салонов, автобусов и троллейбусов. Наш корреспондент Лена Чехомова провела эксперимент и выяснила, в каком транспорте теплее. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное? После жалоб в соцсетях мы решили проверить, какая температура в общественном транспорте Кирова. Первый на проверке, вроде обычный пазик, небольшой автобус номер 47. Пока градус не греется после улицы, опрос, как ощущения у пассажиров. Достаточно тепло? Ну, я не замерзла. Для меня нормально. А вам тепло? Еду с филейки, холодно, ноги замерзают. Понятно, все мы разные. Лакмусовая бумажка комфорта в салоне – кондуктор. Наталья Караваева 21 год работает. Человек опытный. Раз уж она в одной кофте, это что-то дозначит. У нас просто тепло. Мы на разных автобусах работали, на этом тепло, на векторе. А на пазиках было, конечно, холодно. Оказалось, автобусу всего пять лет. Новенький и комфортный. В этом современном автобусе действительно чувствуется, что тепло. Хочется расстегнуться и снять шапку. И на термометре у нас от 18 до 20 градусов. Чего не скажешь о большом автобусе «Лиаз». Кондуктор Людмила одета многослойно. Прохладно. Прохладно, ветер еще дует. Понимаете, тут все щели, ветер дует. Вообще холодно. Закаленные пассажиры при этом всем довольны. При опросе не жалуются. Что же покажет градусник в «Лиазе»? Выше 15-ти у вас и не поднимется. Пассажиров много. Пассажиров не будет, будет холодно. Чем больше пассажиров, тем комфортнее. Так что ездите в автобусах, где много пассажиров. В троллейбусе народу мало. Но холодно здесь не поэтому, говорит закутанная Екатерина. Щели, да. Троллейбус ведь старый, старый. Прямо чувствую, как работают печки. Но получается, что топится улица за счет того, что действительно очень большие промежутки у дверей, например. Ну и наш термометр показывает чуть выше 10 градусов. А теперь наш спорный старый пазик. Почему спорный? Потому что мнения разошлись. Пассажирам тепло. Мы не мерзли. Вот я езжу часто. Не холодно в автобусах. И в троллейбусах не холодно. Это не самый холодный автобус. Все-таки вот несмотря на слова пассажиров, вот мы замерзли в этом старом пазике. И температура едва ли 14 градусов. Так что вот кому хотите, тому и верьте. И Денис Пырлок, гендиректор АТП, нам верит. Он в курсе ситуации и рассказал нам о норме. У нас в стране был введен такой документ, как социальный стандарт транспортного обслуживания населения, номер 19, где прописано, что при температуре наружного воздуха меньше 5 градусов Цельсия, в салонах автобусов и троллейбусов температура должна быть не ниже 12 градусов Цельсия. Тут все просто. Чем новее подвижной состав автобусы и троллейбусы, тем теплее в них. Так что запомните, в транспорте всегда должно быть больше 12 градусов. Это норма. И добиваться ее надо не дополнительными печками, проверенно приводят к возгоранию, а покупкой нового транспорта. В ТП уже купили 5 новых машин, еще 12 планируется. И про тепло в свежем транспорте мы с Денисом Пырлогом согласны. Теперь зашли в новый троллейбус, здесь даже и градусник не нужен. Печки работают, реально тепло, щелей нет. И вот даже учитывая то, что мало людей, абсолютно комфортно. Вот такой транспорт нашему городу и желаем. Елена Чайхомова, Владислав Можейко, Александр Брызгалов. Бюро новостей Давича.